МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город. Время говорить» главной темой сегодняшнего выпуска. Не расстанусь с комсомолом. В Рязани отметили 95-ю годовщину образования ВЛКСМ. Рули как надо. Полицейские провели очередной рейд по техсостоянию пассажирского транспорта. Рэй Хаджиме, самые маленькие каратисты региональной федерации стилевого карате, открыли новый сезон работы школы. А теперь подробности этих и других событий. Рязанские комсомольцы-добровольцы отпраздновали в эту пятницу 95-ю годовщину создания организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Уже вроде и союз развален, и Ленин не в чести, и коммунизм уже не светоч мира. Да и молодежью собравшихся можно назвать с некоторыми оговорками. А вот сильной традицией и горит в сердцах задор и юношеская энергия. На комсомольское собрание пришли весьма заметные и уважаемые в Рязани люди, начальники, депутаты, ветераны движения. Подробнее Оксана Тебенихина. 25 октября в Рязанском Дворце Молодежи состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею ВЛКСМ. 95 лет – не юный возраст. Ветераны комсомольского движения со слезами на глазах вспоминают былые времена, напевают знакомые песни и радуются тому, что их поколению удалось застать столь светлые времена. И вновь продолжает с тобой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой, и юный, а как вверху. И Ленин такой молодой, и юный, а как вверху. Я сегодня замечаю, что на висках есть седина, нет комсомольских шевелюр, но глаза, глаза наполненные яркие, красивые, наполненные стремлением жить по-настоящему, и самое главное – идти вперед. Потому что все мы с вами помним главное, что комсомол – это не просто возраст, это наша судьба. Спасибо. То, что спустя почти три десятилетия после развала комсомольского движения наши отцы и деды празднуют день его образования, говорит о многом. В ЛКСМ был крупнейшей молодежной организацией за все годы существования нашей страны. Сплоченность, великие дела, единство цели. Тогда было все понятно и четко выстроено. А еще была молодость и корчагинское горение сердец. Наверное, вот это то, что отмечали о 90-летии в 20-м и отмечаем о 95-летии в 21-м, наверное, об этом много говорит. Это говорит об истории, это говорит о добром уважении, о той памяти, которая еще осталась у всех комсомольцев, у всех ребят, которые были членами комсомола, являются сейчас в душе им. Печально, что будущее поколение уже и не узнает, как это было. Нынешней молодежи чувство единства и ответственности, к сожалению, не знакомо. Заменить комсомол стране, дать ей идейные профессиональные управленческие кадры сегодня, пожалуй, не может ни одна общественно-политическая структура. Так что не поднять ли вновь комсомольское знамя, понятно, осовременев название, или уже не получится. Комсомольцы – это, к тому же, целая когорта российских начальников, которые прошли славный административно-предпринимательский путь с момента развала Советского Союза и по сей день. Судьбы российских комсомольцев сложились в большинстве своем неплохо. Последний первый секретарь ЦК комсомола Владимир Зюкин стал главой крупных корпораций. Его предшественник Виктор Мишин находился в ближайшем окружении Юрия Лужкова. Секретарем Ленинградского обкома комсомола была Валентина Матвиенко. Меньше повезло заместителю секретаря Фрунзенского райкома Московского горкома комсомола Михаилу Ходорковскому – олигарху, но вбывшему, а теперь богатому каторжанину. Так что это многих славный, триумфальный, но частенько скандальный, если не трагический путь. Аризанские дорожные полицейские на днях провели очередной рейд по техническому состоянию пассажирского транспорта. Главным образом полицейских интересовал завышенный люфт рулевого управления. Еще месяц назад, когда подобные рейды только начались, нарушений выявлялось значительно больше. Только за 9 месяцев этого года по вине водителей автобусов произошло 34 ДТП в городе. Причины разные. Одна из них как раз и есть в несоответствии с ГОСТом суммарного люфта рулевого управления. Учитывая наш плотный транспортный поток в городе, если водителю автобуса с неисправным рулевым придется сделать какой-то резкий маневр, там уйти от столкновения, он это физически сделать не сможет. Потому что несколько оборотов руля, а колеса у него будут стоять прямо. Штрафы относительно небольшие. С водителя 500 рублей, с его начальника 1000. Это не считая, что в принципе на кону несколько жизней пассажиров и не подозревающих, что они принимают участие в лотерее. Некоторые водители не скрывают, в такой проверке принимают участие впервые. 35, больше 20. Согласен? 10, 15, если показалось. Больше 20 градусов, это уже технически неисправит транспортно-средство ваше. То есть дальше продолжать на нем работу, вы не имеете права. Мы сейчас снимаем у вас государственные инвестиционные номера, пишем протокол о запрещении и постановлении штрафной письма. Но автобус данный больше никогда не идет. Водитель Шерзот только вышел на линию и был уверен, что вводит аккуратно и без риска для пассажиров. Один рейс. Один рейс? А сложности были какие-то с тем, чтобы автобус повернул? Вы чувствовали хорошо? Нет. Первый раз такая проверка? Проверю. Расстроились? Нет, спасибо. Пассажиры никогда не жалуются, что лифу повернул, еще чего-нибудь? Нет. Всем спасибо, говори. Хорошо ездите. Механика, разумеется, вызовут на ковер, а неисправность придется ликвидировать в автосервисе или своими силами. Надо сказать, большинство водителей и руководителей АТП за автопарком следят, но и недобросовестных хватает. Водитель прекрасно знает, потому что он управляет транспортным средством. И как у него работает рулевое управление, он прекрасно знает. Другой вопрос, что те должностные лица, которые обязаны следить, в том числе и водитель. Он же отвечает за пассажиров? Да, да, да. Он отвечает за пассажиров. Выявил данную неисправность, то есть рулевое управление не соответствует. Он должен, естественно, доложить должностному лицу. После этого должен привести в соответствие, то есть исправить все. И после этого выезжать на линию. Но так как у нас определенный процент водителей, должностных лиц только смотрят на прибыль. Поэтому, ну вроде едет и едет, и ладно, и выезжает после этого. Так что в целях профилактики неплохо и нам с вами, пассажирам, не расслабляться. И если что, вовремя сигнализировать о плохом вождении или отношении к себе. Все-таки не дрова везут. И о спорте выходного дня. В эту субботу региональная федерация стилевого карате провела традиционное осеннее первенство среди детей. Начало нового тренировочно-соревновательного сезона. После летних каникул руководство федерации всегда доверяет самым маленьким бойцам. Это смотр юных сил скорого завтра рязанского карате. Пока у них не все получается, хотя будущие потенциальные звездочки. Карате уже видны. Еще неуклюжие, не всегда собранные и сконцентрированные малыши-каратисты вдруг, как говорится, выдвигают из своих рядов резкого и точного бойца. Это было заметно уже на первом турнире. Оказалось, что дети некоторых 5-6 лет делают лучше, чем которые сейчас выступают с темными поясами. Делают даже лучше. То есть, скажем так, ранние каратейские дети. И вот один мальчик показал хорошие результаты. Мы ему вручили желтый пояс. Плюс он подарок специально получил. Да, есть на кого стоит посмотреть. Это, в принципе, хорошо. Сенсей подчеркивает, ставка всегда должна делаться на детей. Во-первых, это будущее карате. Если еще недавно оно начиналось с 12-15 лет, то теперь в залы приходят четырехлетки. Пришлось трансформировать и систему преподавания с учетом особенностей уже детского, а не подросткового организма. И первые соревнования сезона – это детский турнир. Сегодняшние соревнования покажут, какой вектор, направление мы будем выбирать. И каких ребятишек мы будем более сильнее натаскивать на то, чтобы выступать в более других соревнованиях. Например, в будущем у нас международный турнир. И потом еще будет первенство города по детям. Турнир состоит из двух частей – формальной комплексы «Кота» и «Свободный бой Кумите». Понятно, что поединок сурово, но, скорее, заботливо ограничен правилами. Удар должен быть лишь обозначен. Его реальное, так сказать, донесение до тела – серьезнейшая ошибка. Поэтому Кумите идет насколько бескомпромиссно, настолько и безопасно. А пока малыши выясняют свои отношения, взрослые спортсмены готовятся к собственным турнирам. Мы сейчас готовимся к международному турниру и Кубу Содружества. Мы сейчас будем взрослых направить именно туда. Президент Федерации Рамиль Сакаев всегда подчеркивает, он не ждет, что все маленькие бойцы останутся в рядах команды. Такого не бывает нигде. Но карате – хорошая общеразвивающая база для всех видов спорта. Уходят ребята в бокс, в гимнастику, в рукопашный бой, в легкую атлетику. И это правильно. У каждого в жизни и спорте свой путь. А карате – все возрасты покорны. Поэтому многие состоявшиеся спортсмены других видов, закончив карьеру, вновь приходят сюда. Приходят, потому что начав путь, надо пройти его до конца. Это закон жизни, закон карате. Итак, началась новая неделя. Хороший повод пересмотреть и скоординировать в сторону позитива, взгляда на будущее. Бросьте курить, купите гантели, найдите обучающие видео и, наконец, подтянитесь физически и духовно. Сделайте это, и жизнь повернется к вам удивительной, новой, позитивной стороной. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова